Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Арза, и сегодня мы продолжаем проходить модификацию True Stalker. Тут я за кадром обновил наш мод до последней версии, актуальной 1.4, новая игра не потребовалась. Также немного я... Тут у нас кто? Сталкеры какие-то. Немного улучшил картинку для вас, потому что заметил, что в последних роликах как будто бы картинка была немного темноватой. У них никаких интересных диалогов нет. Итак, у нас задание на повестке дня. Как вы помните, в прошлой серии нас обокрали, у нас ничего совершенно сейчас нет. И задание украденное добро. Вот же ублюдки, только пришли в зону и уже таким промышляют. Я только найду гадов. Юрок говорил поглядеть на элеваторе или на ферме. Так, чтобы не занимать ваше время, на элеваторе я уже поглядел. Там никого нет. Поэтому давайте отправляться на ферму. Смотрим. Ну, они по-любому здесь. Не думаю, что они ушли далеко. И так, кат-сценам. Вот эти самые ребятки. Да он лошад какой-то. Да ты переживаешь. А вдруг он найдет нас? А я говорил тебе, давай его грохнем и дело с концом. Не по себе мне. Да не сытый. Прорвемся. Ну, короче, понятно. Как обычно. Один прям такой бойкий, а второй боится. Кстати говоря, их двое. Они могут меня и... Не убивай. Только не убивай. Ладно, живите, суки. Но учтите. Еще раз мне на глаза попадетесь, шпана уличная. Я уже не буду таким добрым. Мы все поняли. Ваша снаряга в ящике. Он там в углу. Да храни тебя черный сталкер. Какой еще черный сталкер? Легендно. Слушались отморозки? Так. Вот и мои вещи. Так, собираем все. Небольшую ревизию стоит провести. Знаю, Кобра так ли сильно нам нужна. У нас шесть аптек. В принципе, по патронам. Нашел тут еще 56 пачку. Не, по-моему, показывал на видео или нет. Ну и теперь со снаряжением у нас, в принципе, все в порядке. Можно возвращаться спокойно на базу. Так, тут труп мы с вами обысквили. Если что, железнодорожный насыпь я прохожу прямо вот здесь. До сих пор тут труп вояки валяется. Никуда не делся. Совершенно недалеко. Через военных у меня особого желания проходить нет. Как и, собственно, по туннелю. Ну, можно, если что, переходить и здесь. Но это, получается, работает только с той стороны. Вот такие вот пироги. Военные особо и не агрессируют. Ну, нет, понятное дело, если к ним подойти поближе, то они как-то и среагируют. Но особо жестко, опрометчиво за нами бежать они не планировали и не планируют. Для начала я хотел бы наведаться к технику. Вряд ли у него что-то новенькое появилось, но отремонтироваться, как говорится, никогда не помешает. Еще раз обновим. Плюс 15. У нас разве не стоит? 60 патронов. Ничего себе. Вот это магаз. Сейчас надо взять на заметку это у нас пистолет, скажем так, по заданию. Это уже все максимально улучшено. И тут также, в принципе, чего особо не сделаешь. Ну и к Сидору хотел заглянуть. Кажется, у него было задание на три головы тушканов. Не припоминаю, выполнял я его или нет, но, как говорится, сейчас и проверю. Что притащил? Здорово, Сидор. Есть еще по работе? Да. Кровь камы у меня нет. Медуза есть. Убить сталкера новичка не хочу брать. Кажется, какое-то занудное задание. А вот три головы тушкана. Я его выполнил. 2800. Патроны 556. Научная аптечка. Очень даже неплохо. У нас, кстати, 8 противоразиационных препаратов. 5 бутылок воды. Ну и в самом повесе у нас адекватно. Пока что. И галатушка, она продать хотела, но за такие деньги совершенно желание отпало. И, кстати говоря, почти 20 тысяч. И, в принципе, снаряжение очень даже неплохое. 90 натовских патронов, которые, ну, в принципе, нам девать-то некуда. И вряд ли у нас в скором времени появится натовская винтовка. Кто в здравом уме будет на кордоне с такой пушкой щеголять. Мигом пришлепнут. Меня вон и из-за более обыкновенных вещей чуть не убили. Привет, дружище. Нашел-таки я этих упырей. Держи свой пистолет обратно. Спасибо, выручил. Да не за что, друг. Я же тебе говорил, что далеко они свалят. Ну что, забрал хабар? Ствол не понадобился, надеюсь. Да не трогал я их. Нормально разошлись. Молодец. Настоящий сталкерский поступок. Армейская аптечка, еще продюсионные препараты и патрон для калаша. Уважаю. Вот, держи кое-что. Мне это здесь без надобности. Ух ты, спасибо. А я это, поговорить приходил, собственно. Да знаю я про косяк твой. Сидорчик проболтался мне. Вот жирный. Не бойся, никто больше не узнает. Я лично тебя за это не виню. Наших их учатся. Ну спасибо. Я собираюсь на свалку. Делать мне тут уже нечего. Так что, наверное, пора прощаться. Ладно тебе прощаться. Съедемся еще. Снова выпьем с тобой. Обязательно. Ну до встречи. Ну давай, удачи тебе, топор. Страх неизведанного. Придется на свалку. Шайба. Привет, я слышал, ты собирался идти за железнодорожную насыпь. Не мог бы ты мне кое в чем помочь. Чем могу? Мой друг Кирюха. Несколько дней назад пошел по ту сторону моста за хабаром и пропал. Ну, обычная история. Не знаю, что с ним могло случиться. Надеюсь, просто нашел что-то полезное и пошел в бар деньги пропивать. За ним такое водится. Но если вдруг встретишь его по пути, то дай мне знать. Хорошо? Ничего не обещаю, но если встречу, то сообщу. Так. Попутное задание. Сталкеры с кордона потеряли своего товарища. По их словам, он отправлялся на разведку на армейские склады. А, нет, 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 вру. Вот это задание. Сталкер по прозвищу Шайба попросил по возможности найти его пропавшего друга. Вероятно, он может быть где-то за мостом. А метка есть какая-то? Метки никакой нет. Вот этот тайничок бы обыскать. Ну и, вероятно, может быть, он где-то здесь. Но где-то за мостом, на самом деле, понятие размыто. Он мог просто, допустим, заспауниться вот здесь. И стоит ли мне туда идти? Потому что здесь я, в принципе, везде был. Вот здесь. И никакого сталкер-керюхи там до этого не было. Но сейчас, сейчас он, ну, спокойно, как говорится, заспауниться. И теперь ищи, свищи его. Ну, привет. Тут за мной с АТП бандит один увязался. Быть он и был всего один. И вот сталкеры его отсюда завалили. И у нас появилась новая запись. Ну и дела, мля. На теле одного из бандитов на АТП нашел ПДА с отправленным сообщением. Я-то думал, какого хрена наша на связь не выходит. Пришли позырить. Все жмуры. Ну, это я их убил. Мы на чердаке еще какую-то херовину странную нашли. Прибор какой-то. Сдается мне, они наши ее здесь воткнули. Может, из-за нее я всегда так много монстров в плед постоянно. Расхерачили ее к чертовой матери на всякий случай. Ну, пацаны, простите. Я тут, кстати говоря, вспомнил. Еще в начале серии хотел об этом сказать. Занимаюсь поиском Кирюхи. Наверное, зря я тут все обегаю. Сейчас в любом случае пойдем к тайнику. Может быть... Не может быть, скорее всего, где-нибудь вот здесь мы его и найдем. Вспомнил то, что в этой модификации впервые за все годы, что я играю в моды. Ну, ранее я такого не встречал. Либо совершенно из памяти. У меня это вышибло. Нож достается на клавишу B. Все это время у нас был нож. Но нелогично то, что его в инвентаре нигде нет. Он не показывается. Пусть, ну, слот хотя бы для него был бы. Тогда, может быть, я бы хоть бы начал рыпаться и пытаться его найти, этот нож. На какую кнопку он достается. Но, так или иначе, нож у нас, оказывается, все это время был. Только сейчас, к сожалению, я узнал об этом. Так, вот тот самый тайник. Здесь у нас 60 патронов. 9,19. Ну, окей. Давайте возьмем. Хочется что-нибудь выкинуть. Но, к сожалению, пока что нечего. Может быть, даже и патроны эти забирать. Окей, ладно. Пока потаскаюсь с ними. Не шибко много они весят. Пойдем дальше. Тут у нас труп. Глеб-дядька. Кажется, этот труп я обыскивал. Стоит, мне кажется, достать детектор в руки. Может быть, что-нибудь и найдем. Здесь я не помню, чтобы было что-то интересное. Подходить в это пси-поле. И малейшего желания нет. Тихонечко продвигаемся вперед. Вижу еще один труп. У нас на вот это вот АТП где еще целых два тайника. А это у нас кто? А, наверное, вот этот и есть. Это самый Кирюхов. Боится просто. Ладно, соберем. Все, что плохо лежит. Степа Блаженный. Нас уже почти до Таула. Васян битый. Мужик, не поможешь? Привет, ты что тут делаешь? Кстати, это тоже не Кирюха. Да прикинь, иду я, значит, по дороге, а тут машина стоит. Причем нулевая почти. Может, вояки бросили. Хотел завести, а тут бензы нет. Поэтому ее тут и бросили. Ну, брось ты этот кусок железа, на кой тебе тачка в зоне? Есть у меня определенные планы. Слушай, не поможешь мне? Извини, толкать до деревни ее не собираюсь. Не надо толкать. У нашего техника в деревне есть бензин. Сбегаешь? А я пока покорулю машинку. С меня презент. Идет? Ну че, придется бежать. Ну ладно, сбегайте за бензином. Надеюсь, презент стоящий. Выгодное предложение. Мужик нашел чуть ли не посреди дороги, но легкую тачку. Просит загонять за бензином, пока сам ее караулит. Да, задание, конечно, такое. Иди, принеси. Как говорится, что делать? Побежали. Уже без записи. Побежали мы в деревню. Ведь теперь по-любому техник что-нибудь затребует, не? Как вы думаете? Кстати, фаната нет. Просто так же он нам бензин не отдаст, кстати, правильно? Михалыч, у тебя не найдется канистрочка бензина. А тебе зачем? Ты что делать собрался? Мужик, один тачку нашел хороший. Только та пустая. Заправить надо. Дашь канистру? Ну ничего себе, тачку нашел, а я им бензин за так. Давай уж, ты мне тысячу рубликов и мы в расчете годится. Ну, закасали, ладно. Так, не так и дорого, как оно кажется. Сколько она весит? Слава богу, не весит ничего. Канистры, как минимум, наполовину заполнены бензином. Классно, круто. Бежим обратно. Слава богу, он не начал спрашивать с нас еще там, выполнили то задание, нет задания. То есть, задание начинает, знаете, превращаться в такое искусственно растягиваемое задание, которое растягивает сюжет, потому что, получается, мы практически добежали до свалки, у нас должна начаться новая сюжетная линия со свалки. Кстати говоря, энергетики мастхэв, просто мастхэв. С ними выносливаясь практически не падает. Ну, практически. И тут нас просто разворачивается обратно, и мы должны бежать обратно. Просто ради одной канистры. Ну, надеюсь, он нам что-нибудь интереснее, когда это подгонит. Я бы, может быть, если бы сам проходил, я бы это задание не стал выполнять. Вот. Но так как я записываю видео для вас, это задание обязательно нужно пройти. Я пробегал вот здесь, вот мимо остановки, около фермы, и услышал крик «Помогите!» С территории элеватора даетесь крики о помощи, нужно проверить. Самый пропавший сталкер? Почему-то... Я в прошлый раз просто обегал, наверное, вот здесь. Нужно быть аккуратней. Блин, тут еще эти ташканы дебильные, ненавижу их. Катсцена. Кирюха, ты лето? Там трупы какие-то. Помоги! Спроси! Что происходит? Я здесь! Спроси! Я здесь! Я здесь! Я здесь! Серьезно? Сколько тебя надо всадить? Серьезно? Говорящая плоть. Помочь выжившему. Там все-таки есть сталкер. Самый обычный глаз плоти. Заметили, мы в нее всадили что-то около двух двух обоим с пистолета, с форта. Говорящая плоть. Прикольно. Ну, на самом деле, я об этом слышал и знал, что плоти, обычные плоти даже умеют просто повторять, скажем так, голоса сталкеров. Или просто какие-то отдельные реплики, которые они где-то когда-то слышали. Так, чуть-чуть у нас хпшки. Спасибо разработчикам за патчи, говорится. Ух ты тут. Калаш. Не, он мне не нужен, не хочу с ним таскаться. Спасибо разработчикам за патчи, повторюсь. Здесь хотя бы миллион теперь этих не спавнится. Тушканов. Сталкер, это плоть, а она прикидывается раненым. Я думал, тут кому-то нужна помощь. Пошел проверить, а тут их. Она здесь не одна. Там, внизень, за насыпью. Еще, сука, целое стадо. Беги в деревню, расскажи нашим. Сам видишь, сколько здесь уже трупов. Да. С этими тварями надо расправиться. Кирюха, да, это тот самый Кирюха. Собираем патроны, да, жалко парня, конечно, но что поделать. И вес у нас уже прям критический. чтобы такого скинуть. Колбасу точно можно скинуть. Ну и голову тушканов тоже забирай. И будем возвращаться обратно. Нужно рассказать шабе о произошедшем, о смерти его товарища и решить, что делать дальше. Блин, я этих плотей могу вот просто по щелчку пальца сам перебить, но по заданию нужно бежать деревню. Как скажете. Тише, 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 чуть-чуть. Спасибо, что хоть отпускаешь. Да и бежит не так больно на самом деле. Фонарик надо выключить, забываю. Сейчас поговорим с шайбой и, наверное, соберем какую-то группу сталкеров и отправимся на этих плотей. На свалку нам пока что категорически не дают отправиться. Так, шайба у нас находится в этом новом доме. Так скажем, мы его уже с вами находили. У него был просто какой-то диалог. Узнала что-нибудь про Кирюху? Мне жаль, но Кирюха мертв. Как? Что случилось? Подожди, не перебивай. Перед смертью он мне рассказал, что его заманил на заброшенный элеватор, говорящая плоть. Я и сам на это повелся, еле справился с ней. Хорошо, что она была всего одна, но за насыпью в низине их целое стадо. Понимаешь, о чем я? Что, что ты имеешь в виду? Не прикидывайся, тупо им шайба. То, что из-за них уже немало ребят полегло на элеваторе, целая гора трупов. Если мы их не завалим, они так и до деревни доберутся. Сечешь, через пару дней. Значит, будем решать проблему без него. Думается мне, что в любой момент могут напасть на лагерь. У тебя есть ребят, которые смогут помочь? Думаю, да, Кирюху все знали. Они не откажут в помощи. Хорошо, значит, отправляемся. Кирюх сказал, что видел их за насыпи. Правда, сколько их там? Я не знаю. Ну, с Богом. Катсцена. Некоторое время. Пустья. Ну, здесь я уже был, платье видел, но как-то с ними я не стал связываться. Я думаю, тут дробь пригодится. Кстати, у меня ни одной гранаты нет. Ну, они более живучи, я так понимаю. Там какая-то самка есть. Что происходит? Не понимаю, что происходит. Бежим к тоннелю, быстро! Да, сейчас явно не до платей. Как же не вовремя-то нужно срочно бежать к тоннелю. Ну, уже хоть какой-то экшон есть. Уже хотя бы что-то. Фонарик, фонарик, зачем нам фонарик? Ладно, выпью энергетик. Ага, тут я так понимаю, Катсцена. А плоти еще и за нами бегут, блин, энергетик. Просто зря выбил. Что, мы по итогу успели? Удержать позиции в тоннеле? Ничего себе! Что, неужели придется из калаша пострелять? Потому что дробью они что-то как-то не особо сильно пробиваются. еще одна готова. Братцы, как вы? Видно все плохо. один вообще не в тоннеле. Просто решил. Шайба. Очнулся? Нехило нас выбросом тряхануло. Откуда он только взялся? Нужно выбираться отсюда, а то и так столько ребят полегло. Помогите! Вот же, сука, я сейчас чуть не обделался тут. Ну что, как ты? Оклемался? Как же нас так угораздило? Надо идти в деревню, рассказать всем, что твари кажутся разбиты, заодно потом ребят похороним. Мутно все как-то. Пошли в деревню. Трупы не дали обыскать печаль. 7000, ничего себе, научная аптечка. Ну все, пришли, теперь пора отправляться от пережитого до встречи. Спасибо тебе большое за помощь, сталкер, без тебя бы я остался там, наверное. Вот, возьми теперь это твое. Спасибо, не бери в голову. До скорого. Да, такие вот пироги. счастливо. Пить мы хотим есть. что поделать. Что делал дальше? Говорится, все, пора отправляться на свалку. Наконец, я закончил с этим скучным кордоном. Теперь повидаю новые окрестности. Одновременно и страшно, и очень хочется посмотреть на территорию зоны за пределами кордона. Мне пора. И задание отнести канистр сталкера. Он ведь по-прежнему нас ждет, пока мы тут с плотями разбираемся. Видимо, я чуть-чуть сломал хронологию, скажем так. Вот. Давай, почини мне. Надежность плюс двадцать. давайте возьмем вот это улучшение. Больше ничего трогать, пожалуй, не буду я. Давай, 60 патронов в обойме. Обойма с виду сталкер чуть-чуть побольше. 59. Вот, теперь 60. Четко. Что, можно отправляться сначала к этому сталкеру, потом уже мне интересно посмотреть, что там может быть дельного в этих тайничках, хоть я и сомневаюсь, что там может быть что-то дельное. Ну, что ты, братик, не опух меня тут ждать. Я обижался со всех ног, как говорится. Все задания по пути, какие только мог выполнял. Твою ж мать, как больно. Что случилось? Кто тебя? Пандосы, суки, увидели меня, стрелять сразу начали. Подожди, сейчас посмотрю твою рану. Они пытались машину завести, потом просекли, что бензы нет и пошли за канистрой в свой лагерь. У них на свалке брошенной техники вроде как. Да, уж повезло тебе, пуля на вылет прошла. Вроде ничего не задело, я чуть затянул рану, в деревню тебе надо, пока эти упыри с бензинщиком канистру допрешь, мне она ни к чему. А, да, точно. Так, он нам дал прицел охотничий, тоз и полторы тысячи. Зачем нам еще один тоз? Если разберешься с бандитами, то думаю, смогу вернуться к тачке. Давай канистру, они будут здесь минуту на минуту, так что задержи их, я быстро идти не могу, это тебе за труды я чуть не забыл. Спасибо. Ладно, мужик, бывай. Зона сведет, увидимся. Давай, иди. Дал еще один тоз. Вот этот прицел, кстати говоря. Ух ты, можно к тозу присоединить, ничего себе. Прикольно. Ладно. Говорится, попробуем. В любом случае, с ними нужно разобраться. С весом у нас, конечно, полный беспорядок. Пока выкидывать ничего не хочется. Беги-беги-беги-беги. Я не думал, что они будут так близко. Неплохо. Протечения вроде нет. Еще один готов. Машинка не повредить. Пару трупов уже есть. Стал добить. Так. Вроде никто больше не стреляет. Да, тоз, конечно, даже с такой дистанции. Это очень увесистая штука. пора включить фонарик. У нас ну, ребят, вообще не серьезно. ПМ у вас тут какие-то. Конечно. Не на того, дядьку нарвались. Гришка сопля. Не знаю, стоит ли нам что-то из этого вообще брать. Деревянный хабар. Пардон. Тайник нашли. Бля, реально здоровское место для нычки. Нашел на дереве. Хрен кто найдет. Так, еще один труп. Чуть подальше. Шурик пацифист. Ладно, пока соберем. Потом могила похоронения. Пахана. Еще один тайник. Господи. Ну, может быть, когда-нибудь еще вернемся на кордон. Так, а этот где находится? Вот здесь. Сныкал в могиле Пахана хабар. Если что, воскреснет и накостреляет вору. Да. Такие вот пироги. Так, эти точно пушки все скинем. По весу у нас уж очень все плохо получается. Еще один вот здесь. вот здесь сразу пришили. Так. Опять же, забираем. Еще один. Да блин, да сколько этих нычек? Нет, друзья, вот это тоже нужно пофиксить. Слишком много хабара. Я, конечно, не крыса какая-то, но излишки общей снаряги приныкаю в прицепе. Мне кажется, слишком много тайников падает. шанс можно было бы поменьше сделать. Так, один тайник у нас вот здесь. Батарейка у нас достаточно. Пока что побегаем с ними. Так, а где собственно тайник? КПП по дороге на свалку спрячу немного хабара, иначе рюкзак мой скоро попросту не выдержит таких нагрузок. Ага, вот и кажется, я нашел. Блин, опять тут патроны, но не хочу я их брать, они мне просто уже не нужны. Стоять-ка, ПП чуть-чуть другое. Но чуть-чуть побольше. Дверь не открывается. Можно зайти с другой стороны. Так, а где здесь у нас тайник? Будто бы прям вот здесь. Ага. Ну вот это я заберу. Это 100% пригодится. Хоть и по-любому что-то довесит. Давайте осмотрим саму КПП. Да, хабара тут, конечно. Будь здоров. Что ж, пришло пора отправляться на свалку. Еще что-то туда подобрали. Конечно, какую-то часть из этого снаряжения наверное придется выкинуть. слишком уж много у нас лишнего веса. Что-то такое, что прям самое ненужное. Но этим мы уже займемся в следующей серии. В следующей серии мы отправимся на свалку, чтобы, скажем так, не делить эти серии. И в следующей серии уже будем орудовать на свалке. Опять же, бандиты бандиты там по-любому будут в каждой нычке в каждом углу сидеть. Ну ладно. А пока что, друзья, обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие серии. Ну а с вами, как обычно, был Арзе и модификация TrueStalker. Спасибо, сталкеры.